всем привет всем добрый день у нас сегодня пятница 22 ноября время кстати 9 часов вечера практически у нас последнее время как я выхожу на улицу это на крыше на крыше занимаются пацаны я припугалась они бухают этими гирями и звук такой знаете а я тут полы мало дома это моя зарядка чипа у меня зарядка знаете то белье вешаю то полы моют пылесошу ну такая зарядка такая у меня физическая нагрузка на улице пахнет чем-то горелым кстати каждый вечер так пахнет я не знаю что пахнет что горит где горит но такой запашочек есть все на улице кстати у нас тепло вот с пятницу субботу что за шум ой пятницу субботу будет тепло хамсин где-то 26 градусов а с воскресенья у нас будет прям такое сильное похолодание ну нам так обещают по крайней мере вот у нас уже вовсю наряжают елки наряжают домами начали уже так видно знаете там тоже наряжают уже огонечки красиво здесь невозможно ничего снимать потому что тут друндулеты какие-то ездят то эти бухают на крыше я иду вовнутрь бонифаций за мной ходят куда пошел ко мне конечно ко мне присел да да к мамке присел кто-то 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 даниелька пришел чё же все надоело там холодно если тепло деться тепло это как валенки шубу что сижу смотрю новости в ожидании хоть каких-то нормальных новостей хорош но ничего вообще как бы ничего не двигается ничего не продвигается нигде 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 ничего не прекращается так это уже все да что ж я усесться никак не могу как вочка ничего нигде не прекращается что на война у нас с на юге стороны что у нас на север сегодня у нас была сирена в пол четвертого хорошо что я была дома я должна была пойти сегодня на работу в три часа работал утром работала и у меня еще должна была одна быть клиентка после обеда вот в три часа она должна была приехать и так получилось я не знаю что она перепутала не перепутала кручена мне там долго что-то объясняла меня не так и не приятно короче на не приехала на свою очередь как будто на перепутала дни или часы не знаю попросила меня принять ее попозже но я сказала что нет сегодня пятница как бы у меня в планах было закончить в 4 ты у меня постоянная клиентка все как бы я уже на работу идти не хочу ну короче я ее перезаписала на вторник вот и в пол в пол четвертого да у нас была сирена и я такая господи слава богу что я была в это время дома а не на работе вот потому что у меня тоже вот этот страх или когда я еду на машине что мне сирена застанет или я буду на работе потому что на работе не где бежать некуда бежать и как бы сюда бежать тоже на ступеньки как ну я просто навсего не успею вот так что лучше этого не делать вот такие вот дела вот и как я уже сказала блин как же мне поставить так камеру чтобы не было видно моего сперва подбородка дайте выключу звук уже не могу это слушать одно и то же одно и то же каждый день ничего но вообще никаких продвижения нету все хотят сделать прекращение огня ну там какой-то там сделать и не знаю договор заключить о прекращении огня на севере вот и вот это уже две недели одно и то же одно и то же никто ничего не делает ничего никто не пишет не подписывает зачем вот это мусолить одно и то же уже если честно надоело какой-то у меня уставший сонный вид я на самом деле хочу спать да и все время хочу спать ну не все время ну бывает такое что рано встаю и пытаюсь пораньше ложиться но вот к примеру этой ночью вроде как бы легла нормально в 11 часов начало 12 но это для меня рано потому что раньше там раньше там пол первого часа не ложилась никогда сейчас нет я как бы стараюсь пораньше вот но в два часа начали обстреливать краёта хайфу вот собаки меня разбудили ночью в два часа в два десять ровно вот я встала естественно слышно было сирена как которая была в краю вот естественно начала связываться с сестрой с родителями слава богу не все нормально а потом же надо еще заснуть мама тоже не спала всю ночь после сирены говорит сердце оболело колотилась она там пила таблетки вот но потом к утру вроде два часа поспала ну вот у меня тоже началась типа панической атаки вот но я как-то себя взяла в руки как бы все нормально было я потом уснула вот это вот когда ночью происходит самое противное одно из самых противных вот потому что надо быстро просыпаешься встаешь это конечно очень такой большой стресс для организма для нервной системе в особенности вообще мои мальчики не дают мне пребывать спокойно моем тревожном состоянии спокойно не всегда подливают масло в окно знаете почему потому что они не умеют сидеть дома не умеют сидеть дома то у них футбол то у них игры то у них стрижки то у них учительницы то раме просто сейчас пошел встречаться с друзьями и у нас мама и не хочу сидеть дома и вот как 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 что его заставлю сидеть дома как бы я не хочу конечно заставлять его сидеть дома но в то же время я ему говорю потому сейчас не то положение чтобы идти куда-то гулять вот вот такие дела так что не дают мне спокойно стрессовать делают мне еще больше даниэля тоже сегодня была игра тут недалеко 20 минут от нас но все равно как раз они были на игре у нас здесь была сирена раме был дома слава потом он пошел через десять минут оделся после серии наделся пошел к учительнице эти еще были на футболе тоже переживала как они будут ехать короче сплошные переживания потом раме поехал подстригаться потом он пошел к друзьям вот такие вот дела ну и моя старшая сестра старшая кто старшая невестка по сегодня нарядила елку вот так что завтра посмотрим на свое настроение и вообще как у нас все будет завтра утром пойдем к ним пить чай кофе вот и посмотрим на елочку я только как бы я в принципе и в субботу не хожу они меняются там каждый по очереди вот я раньше работала по субботам поэтому я не делала у себя там несколько раз по-моему сделала в том году кстати тоже перед новым годом перед крисмаса вот а потом как бы ну в субботу я работала потому что это всегда конец недели это больше всего работы а вот поэтому я у себя не делала вот эти вот и чаепития вот и они как бы меняются старшая средняя невестка младшая тоже какой-то период делала потом перестала лет потому что у них у них очень маленькая квартира они живут самом низу на первом этаже маленькая квартира и пошу разделенный дом со свекрами и они ну естественно нас большая семья дети все уже взрослые нам нужно всем место места нету вот она как бы тоже прекратила приглашать к себе и как бы только средняя и старшая невестка не меняются между собой вот поэтому вот завтра очередь старшей невестки делать чай пить я у себя утрешняя и мы пойдем как бы обычно я не хожу но я хочу посмотреть на на елочку и засниму тогда тоже